Ни для кого не секрет, что многие белорусы приобретают так называемый крупногабаритный товар за границей. Его в таможенном ведомстве называют товаром неделимым. В настоящее время существует понятие неделимого товара. К нему простыми словами относятся наша бытовая техника и другие товары. Если мы говорим о примере, то возьмем холодильник, морозильник, стиральная машина, посудомоечная машина и много других товаров. В настоящее время законодательством предусмотрен данный термин. Это товар для личного пользования весом более 35 килограммов с учетом первичной упаковки или той упаковки, в которой товар предоставляется к розничной продаже, состоящей из одной единицы, в том числе перемещаемой в некомплектом, либо незавершенном виде. И отделение такого товара невозможно без изменений его назначения. С 1 января 2020 года такое понятие, как неделимый товар, применяться не будет. Но будут введены новые правила ввоза товаров из-за границы, которые попадают в настоящее время под эту категорию. Напомним, сейчас за ввоз неделимого товара, вес которого превышает 35 килограмм, независимо от стоимости, веса и частоты пересечения границы, нужно оплатить таможенные пошлины. Налоги по единой ставке 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм общего веса. С 1 января 2020 года понятия неделимого товара в законодательстве применяться не будут. Однако такие товары могут быть введены на территорию Евразийского экономического союза, в том числе с уплатой таможенной пошлины. В настоящее время стоимостные весовые характеристики составляют 500 евро и 25 килограмм для граждан, пересекающих границы реже 1 раза в 3 календарных месяца. Для тех граждан, кто въезжает в Республику Беларусь чаще 1 раза в 3 календарных месяца, эта норма составит 300 евро и 20 килограммов. Это говорит о том, что белорусам станет выгоднее возить крупногабаритные товары. Но выезжая за границу, особенно в преддверии новогодних праздников, следует помнить о нормах законодательства, которые уже действуют на территории Евразийского экономического союза. Прежде всего, помните о стоимостной и весовой норме. Затем, алкогольные напитки и пиво могут быть беспошлино ввезены на территорию Евразийского экономического союза в количестве не более 3 литров на одно физическое лицо, достигшее совершеннолетия. Значит, помним, что не допускается ввоз на территории Евразийского экономического союза алкогольных напитков в количестве, превышающем 5 литров на одно физическое лицо. И, соответственно, алкогольных напитков несовершеннолетними гражданами. Также хотим предупредить о том, что бенгальские огни, петарды, файеры относятся к категории пиротехнических изделий. Их ввоз физическими лицами в качестве товаров для личного пользования на территорию Евразийского экономического союза запрещен. Если вы решили за границей приобрести подарки, будьте осторожны. Стоит помнить, что существует такой критерий, как отнесение данных товаров к товарам для личного пользования, а также не забываем о том, что беспошлино ввоз данных товаров возможен при соблюдении стоимостной и весовой нормы. При превышении данных характеристик необходимо будет уплатить таможенную пошлину, которая составит 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за килограмм в качестве превышения стоимостной или весовой нормы. Ни для кого не секрет, что в конце каждого года на границах наблюдается увеличение потока не только легковых, но и грузовых транспортных средств. Чтобы новогоднее настроение не было испорчено, на Брестской таможне увеличат количество сотрудников в дежурных сменах. Тем самым процесс таможенного оформления будет проходить быстрее. Ирина Кузьмич, Григорий Пекарский, Александр Макаревич, телекомпания Бук-ТВ.